Рубцовск. К слову сказать, к гололедным явлениям рубцовские коммунальщики, как всегда, оказались не готовы. Дорогие улицы не спешат посыпать смесью песка и соли. Журналисты Рубцовск.Инфо обращаются к жителям города с просьбой направлять жалобы в госавтоинспекцию и прокуратуру, если сроки уборки не выполняются. Информационный портал Толк предлагает услышать вторую сторону в скандале с Барнаульским детским садом «Хэппи Бэби». Напомним, его воспитатели обвинили в издевательствах над детьми. Компетентные органы возбудили несколько дел на воспитателя и заведующую. Им грозят реальные сроки. Корреспонденты Толка предлагают узнать, как такой инцидент мог вообще произойти непосредственно от представителей детского сада. Все подробности на портале Толк. Почему китайские студенты едут учиться на Алтай, можно узнать со страниц комсомольской правды Барнаул. Оказывается, в столице края хорошо относятся к иностранцам, к тому же для китайцев очень важна экология. А еще в Барнауле, по мнению студентов из Поднебесной, очень уютно. Что еще приятно удивляет и восхищает молодых людей, которые приехали учиться в Барнаул из Китая, читайте на страницах комсомолки. У бийских дошкалят началась неделя самоуправления, пишет бийский рабочий. В одном из детских садов Наукограда родителям малышей предложили на время примерить на себя роль воспитателей. Те, разумеется, не отказались. С начала недели проводят гимнастику, с воспитанниками организуют игры и прогулки. К слову, с обязанностями справляются блестящие, таково мнение педагогов бийского детсада номер 4 «Сказка». Барнаул признан одним из добрых городов России, об этом сообщают журналисты Политсибру. А все потому, что жители нашего города все чаще начали отдавать свои вещи даром. По доле объявлений с бесплатными товарами на одном из сайтов, краевая столица находится на восьмом месте среди крупных российских городов. По сравнению с прошлым годом мы стали добрее на целых 16%. Чаще всего бесплатно барнаульцы отдают товары для дома и дачи. К слову, первое место в рейтинге самых добрых городов заняла Уфа.